ну вас rex фас мясо мясо да есть побежал ребята всем привет с вами александр и у нас новое задание доктора генри ву это у нас второй гибрид очень красивый гибрид это гибрид стегоцератопса и мы давайте приступим к этому заданию исследовать геном стегоцератопса но вот это я называю работой в команде я говорю вы делаете идеально и так ребятки в общем то поставили мы только что на исследование геном стегоцератопса да и кстати давайте еще куда собачонку тоже туда поставим геном стегоцератопса у нас просто молниеносно там с меньше чем за одну минуту выполняется это круто давайте ждем пару сек и все у нас будет исследование завершено это значит что мы можем приступить к созданию нового гибридика так давайте мы построил здесь еще один вольерчик не сюда нам нужно водичка вы видите водичку я не вижу она под деревьем прям так аж даже незаметно давайте мы сейчас что сделаем снесем здесь немножко деревьев ух ты неплохо так у нас водички получилось и ставим сюда на инкубацию нашего гибрида так где же ты где наш новенький так вот 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 атака защита как в чем бы его так сравнить 6067 у него очень сильная защита вот я так смотрю мои модифицированные цератопсы имеют защиту намного меньше но атака у него обыкновенная то есть он у нас по дефенсу давайте нажимаем вывести что нам стоит дом построить скорость инкубации давайте сделаем сюда скорость инкубации вот так а ну-ка давайте сейчас сделаем отмену нам вернулась практически вся сумма как видите 394 тысячи и теперь поставим просто не знаю как эти штуки по моему включаются в работу уже после того сначала нужно эти обновления включить а потом как бы ставить на инкубации вы смотрите мы уже практически те же самые проценты и нагнали потому что допустим если мы сюда добавляем шанс на успех то он как бы не работает не работает так что у меня тут изменилось ну вот я построил вот это еще один вольер сюда я буду выпускать выпускать стега цератопса я так думаю буду выпускать да потому что по моему там у нас будут задание по старше он будет сражаться с разными хищниками потому я не хотел выпускать сюда чтобы не пострадали мои остальные динозаврики так давайте посмотрим что у нас тут улучшилось так как это нам еще не завершено здесь тоже кстати есть да вот следующий наш гибрид в спина раптора потом маскировка ну а ты почему вот такая постоянная штука бывает я поставил на исследование и каким-то образом ешь так вот я только что его не отменил вот мне интересно потому что они да нет не отменилась короче я не знаю как она отменяется но вы видели было три у меня исследования почему-то это короче не исполнилось так здесь у нас 44 процента еще давайте посмотрим какие показатели острова все-таки пять звезд мне нужно будет делать сейчас на тихо у меня сейчас пять звезд было бы у меня разнообразие побольше рейтинг динозавров короче тысячу мне нужно вдвое увеличить рейтинг динозавра все вот принципе в шоколаде рейтинг веселья на хухих у меня но это как бы не мешает давайте посмотрим почему у нас тут веселья на на нуле вот потому что появилась гостиница и гостинице нужна развлекуха но давайте построим развлекуху я как видите изначально не хотел строить строить парк ну со всеми этими приколами зал игровых автоматов вот так надеюсь у меня электроэнергии хватит дорога 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 ох ты как красиво получилось ну ладно будем считать что так задумано а тем временем у нас уже готова любуемся наш первый стега циратов с ребят м да правда в тени а у так свет свет и да выходим ходи молодец как раз на свет прекрасно только взгляните на этого зверя впечатляет да вот мы остальные будут восхищены нашей работой не меньше нас пусть специалисты немного понаблюдает за стега цират опсом пока им не нужно знать больше чем я готов рассказать то есть почти ничего не нужно знать со временем мы же начнем брать за просмотр деньги правда я для друга спрашиваю прикольно но я забыл что сделать кормушечку сих поставить конечно же это вечная проблема кормушечку поставить давайте поставим сюда большую дорогую кормушку за 300 косарей ребятки создайте условия для безопасного содержания так и у него требования лес популяции черт их нужно минимум двое да кстати давайте сейчас мы проверим я вот этот момент затыкал я вот помню когда снимал ту серию но забыл вот когда начал снимать эту серию нам нужно зайти вот сюда 38 так давайте отмена делаем вот так модифицировать геном делаем что вот так вот делаем живучесть 80 процентов еще давайте окрасками поменяем какую-то вот так нажимаем вывести а сюда мы поставим еще конечно же шанс на успех 30 до есть даже 40 ухты отлично в принципе давайте пусть растет так а тогда вот этого парнишку кстати я могу его продать больные я не могу его продать придется поставить вывести еще одного там от нуля до пяти да у нас был показатель да от нуля до пяти но главное чтобы не не случилось так что ему одному там все плохо сколько он стоит а почему слишком дорого а сколько миллиона стоило исследование исследование вот три стега цератом со каким бы впечатляющим не получился зверь думаю от стега цератом со можно добиться большего давайте добавим модифицированных генов и создадим еще одного я конечно пытаюсь считать между строк но кажется доктор ву только что назвал первый образец гибрида каким-то ущербным может я конечно ошибаюсь но что если не да вообще-то вот это первого я хочу общий нафиг продать вот он он мне как бы не нужен потому что ему скучно одному лес популяция все есть он просто сейчас будут начнет создавать проблемы я его продам пожалуй сейчас сохранюсь сохранимся давайте а потом его продадим ребята сохранить сохранили вот как только у нас сейчас подспеет наш вот вот я так и знал что такая вот лажа может произойти так и теперь нам нужно еще создать динозавра вида стега церату с показателем защиты не менее 110 но это нужно то есть увеличить вдвое всего лишь эту защиту ничего страшного в этом нет и так ребятки вышел в общем там он ой какой красивенький йо-моё ты мне уже нравишься смотрите какой красивенький вот это раз красочка мне нравится побольше давай повернись ко мне лицом от того мы сейчас хоть и будем усыплять я уж сохранился ладно ладно давайте сейчас и вызовем вертолет аса потому что ну как бы его уже состояние из 48 сейчас начнет ломать забор и вот током долбанула ребята давайте кстати возьмем управление вертолетом ну я думаю двоих хватит делаем вот так вот так вот так я не могу его продать блин а не могу его продать ребятки так два два тебя выпускаем еще одного ну тогда ему тоже сейчас должно полегчать ну к сожалению да вот не делайте эту ошибку ребята сразу когда вы будете первого заходить и менять его ген общительности на на нолик короче чтоб он был в комфорте один вот это вот этим вот парнишкам смотрите у него дал все отлично общительность популяции его все устраивает так а какой раскраски ты у нас получился не такой самому что лету ничего не поменял давайте нажмем вот так так а почему так медленно бывает давайте сейчас мы сделаем парочку кадров опа почему выглядит прикольно можно сделать снимочек и еще как вам ребятки нравится такой кадр вот так опа по по-другому это вообще шикарный кадр летающий у нас есть джамбо летающий слоник а это у нас летающий 3 царатов ну вот это для летающий наш гибридик джамби но 3 царапсину или как то так так ну давайте сейчас за ним последим ему уже должно встать ну нормально а популяция общительность сейчас это все должно начать расти 48 до он думаю не будет больше ломать а мы тогда идем в инкубатор и сейчас нужно сделать ему защиту 110 это будет четвертый у нас максимум их 5 потому что они уже начнут не помещаться так что давайте защиту вот 78 по защите 96 и здесь этого должно хватить до живучи 45 процентов и еще давайте что сделаем кстати у нас у нас какой тут шанс на успех сколько ты даешь 40 процентов то есть будут 85 шанс давайте шанс на успех еще один поставим так и еще нужно модифицировать что конечно же модифицировать ему цвет поставить ему уже другой какой-то цвет вот такой допустим ну придется этого конечно немножко братишку подождать так но зато у нас кстати альфа и стал не первый наш альфа и стал наш второй но они уже чувствуют себя прекрасно я безумно этому рад им не нужно много леса да им больше нужно пастбища так ну раскраска вообще-то вот эти два должны быть разной раскраской этот у меня так где-то геномы шкура шкура джунгли а у тебя что шкура джунгли черт подюри как я мог так ошибиться а здесь шкура базовый так и кто у нас тут успел заболеть какой мелкий гаденыш заболел вот так а вообще давайте посмотрим сколько у меня здесь их стиги общительность ну сюда бы стоит поставить одного стиги малоха вывести потому что если вдруг кто-то умрет нужно будет его подменить ну анкелодок у нас здесь особенный наш гибрид из прошлой серии ему хорошо в одиночестве здесь я не натупил а как бы сразу сделал хорошие гены так давайте посмотрим что у нас тут по рейтингу острова ну здесь у нас пятерочка держится все отлично транспорт 100% это удивительно почему у нас уже как бы немножко мы вроде разрослись здесь отлично ну так что здесь все хорошо но в число жителей посетителей здесь небольшое всего лишь 964 человечка у нас гуляет по парку нам нужно что снижение расходов 3.0 разблокировано удешевление строительства 3.0 нам будет доступно когда мы получим 5 звезд ну а для этого нужно получить 4 с копейками звездочки хотя бы вот здесь ну это мы сделаем это мы сделаем в принципе в принципе ух ты мне вот интересно я сейчас такой проект ребятки сделаю правда не знаю а вот все правильно я подвел прямо вот сюда вот такая вот у нас будет дорога деньги потратил правда все а я вот сюда думаю как бы можно ли будет сюда поставить вольер с интераптором например вот так вот вот такие тут прям коварные планы вот так смотрите и она перекрывает практически всю вот эту зону но ее сейчас нужно все таки будет расширять с обратной стороны я поставлю еще одного тогда нужно расширять загону правда денег сейчас маловато ладно я в общем то сделаю как вот вот сюда еще его продлю с этой стороны с обратной смогу поставить или вот с этой стороны еще можно поставить еще одну вышку такую смотровую прибыль минуту 350 тысяч ребята и будет у нас все отлично так станция ты там достраиваешься давай быстренько достраивайся почему она говорит что она не подключена мне к дороге надеюсь это сейчас исчезнет а не какой-то глюк потому что у нас тут все отлично с дорогами вот электростанции нужно строить где-то на отшибе потому что люди к ним не ходят и это не считается как как бы там что а вот это а вот разрыв дороги получился хух я уже испугался так что мы сделаем здесь выработка энергии 30 две штуки сразу давайте поставим и защита от отключения естественно тоже нужно поставить так все теперь у нас проблем с электроэнергией нет и здесь дырявый забор получился так ну вот так это на на будущее на недалекое будущее ребятки и тем временем у нас уже готов новый новый наш гибрид который мега супер-пупер непробиваемый так ну а в дождь это выглядит все вообще вдвойне прекрасно эх какая красота ребята хорошо что он и у nvidia есть вот такой вот прикол да где мы можем останавливать время просто это очень прекрасно но для этого нужно соответствующая видеокарта и главное чтобы игра эту всю фишку поддерживала хороший кадр получился нас удачный дождик все дела люблю дождь в этой программе прокат в этой игре просто великолепен а теперь давайте поглядим на него в деле устроим несколько испытаний и посмотрим как он себя поведет результаты такого эксперимента помогут нам сделать огромный шаг в понимании стега цератопса знаете что говорят о красоте в глазах смотрящего но перед нами знаете ли не картина так нужен как стега цератопс выступит против альфа хищников я организовал несколько боев очень опасных поможете ему выжить еще и нужно чтобы он выжил ну это теперь у нас блинов почему вот это а 0 4 все теперь принципе 1 можно продать да я так понимаю ну пока я его оставлю пусть он деньги зарабатывает так произошло только что сохранение значит сейчас что-то будет так динозавр вида цератозавр скоро прибудет да 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 это значит что нужно поставить сюда врата ну я не думаю что нам понадобится помощь он сам должен справиться у него защита четкая ну на всякий случай когда вот стрелочка будет подходить я сюда вызову рейнджеров пополнить вот эту типа кормушку и будем если что подхиливать страдающего стега цератопса ну а в такой смысле парк живет мирной размеренной жизнью людишки себе вот ходит везде все свободно у нас в парке нет очередей тихая жизнь ребят из заповедник просто так но привести динозавра выдвигаюсь на сбор активов а почему я не могу пополнить кормушку очень странно смотрите не могу пополнить кормушку так ну вот прибежал цератозавр убедитесь что модифицированный стега цератопс победит динозавра вида цератозавр а если это будет не модифицированный то что ладно давайте посмотрим как цератозавр разберется с обычным он сразу смотрите пошел в стойку какие показатели обычного цератозавра твой 81 защита 27 ну как бы защита одинаковая защита гена ну вообще-то парнишка больше имеют по моему его сейчас победит обыкновенный и это будет считаться что типа дело провалено ну мне просто даже вот интересно ну даже в базе крепкие ребята стега цератопс должен суметь победить в этих сражениях а вы должны проследить чтобы так и случилось возвращайтесь назад и добейтесь результата обидно получилось все-таки нужно конкретно собираюсь забрать конкретно того динозавра начать их нужно будет усыпить так а я как-то могу это задание получить как бы побыстрее а чё прямо так вот сначала надо начинать и не ребятки но сначала мы так делать не будем и тогда загрузимся конечно же я думал можно как бы с того же этапа начать ну пришлось ребятки немножко переиграть да из дальшего момента смотрите вот теперь зато я сделала раскраски по разным вот это у нас по моему базовая раскраска потом вот есть немножко потемнее есть вообще вот такой вот темный и и вот это кстати давайте смотреть все таки кто это у нас кто здесь кто шкура базовый все таки вот это вот этот со светлыми полосочками степной вот это такое полосатенький это у нас джунгли да а вот этот вот у нас красавчик получается лесной вот так вот так у нас тут стегоцератом сейчас прилетит я вот дать достроил свой вот этот вот вольер и сейчас его кину сюда а потом также усыплю сейчас нашего на четвертого давайте сейчас я номер 4 он самый темный получился да это он сейчас я его усыплю и перемещу туда к стегоцератом к цератозаврику он его легко порвет и все будет шоколад это займет одну минуточку зато у нас теперь будет все тихо и надежно один попадение попал вообще нет попал не попал да попал ну вот его туда этим втроем будет весело блин а интересно есть ли модифицированный ген на одиночество скажем так у меня у этого есть наверное нет я просто поставил тупо ему 110 а нет есть есть то есть ему там будет одному хорошо а это отлично мне пришлось заново строить электростанцию дорогой вот этот вот вольер с того сейва который мы с вами последний делали так ну у цера у него нет шансов у него продолжительная жизнь атака 81 на 27 а у нас там 60 на 114 короче как то так так что сейчас у нас думаю все получится без проблем даже обычный обычный же его завалил так мы уже 4 звездочки подбираемся отлично того глядим еще нужно выпустить во вольер то оказывается очень большой с высоты смотрите он вроде там узенький да а вот так вот посмотреть смотрите какие размеры то колоссальные по сравнению с цератозавром доставка завершена ну все давай наваляй ему наш ты шоколадный зайчик он сейчас только не говоришь ты пойдешь петь ну ему здесь вообще должно быть зашибись комфортно ну трава есть только вот здесь то есть хищник у нас как бы голодный да я думаю сейчас он и нападет первым а вот так смотрите стега цератор наш приговорили преградил дорогу и сказал мне фигушки ты ты не пройдешь блин да он реально крупнее его так не тяжелее раз пять по идее двадцать семь какие-то раны давайте на них посмотрим поближе ребята у меня у меня аж передернуло как будто бы знаете как вспомнил ты когда бежишь там на велосипеде или на скейте на самокат и падаешь на асфальт и сдираешь себе шкуру вот вот как это такое ощущение было так приготовились к супер удару так но это называется смешались в кучу люди кони немножко неудачный земля наверно клонная как-то текстурки это восхитительно можно я аплодирую аплодируй аплодируй но он здесь должен быть в одиночестве ему должно быть хорошо черт популяция его не устраивает сейчас спинозавр прибудет сюда ну в принципе комфорт дело такое не особо для нас сейчас важно не знаю правда он начнет выламываться скоро ну посмотрим спинозавр и потом еще кому кто-то будет нам нужно будет провести по-моему три битвы давайте пока он летит хотя он уже прилетел надо зайти посмотреть можно ли ему еще вот этот показатель популяции занизить так чтобы он вообще в одиночестве себя хорошо чувствовал а так ему нужно компания хотя бы одного а то и двух других динозавров да перевести необходимо забрать актив он целеханек он не получил никакого повреждения и должен навалять спинозавру кстати вот насчет этого я не уверен доставка актива подтверждена так будет обидно если он сейчас его завалит какие у него показатели 97 на 35 ну по крайней мере он более агрессивные три удара и х смотри а он атакует без перестана а это только рычит да получи сейчас третий раз по щам и все ну нет сейчас уже должен спинить про атаковать все таки но одна атака от него пройдет ни одной не прошло все хана ребята так может тут будут кадр по удачной готовимся нажимать супер комбинации давайте тут посмотрим как у нас происходит дела ой бедолашка бедолашка наш спинозавр ну как ну такой снимочек давайте сделаем не получил урона требуется забрать отсюда теперь гиганатозавр короче рейнджер где кстати мои тут рейнджеры находятся куда мне ехать нужно так а ну-ка стоять вот рейнджеры то есть мне нужно просто назад поехать вот и ворота прям там смотрится ну это на всякий случай надо пригнать туда гигану реально вольер здоровый получился у нас принимая штурвал обратно будем наблюдать на этот раз сквозь 5 4 3 2 сквозь фотообъектив так сказать получил запрос на сбор активов получил запрос на сбор активов или давайте будем с ружья смотреть на это все дело а вот так а можно усыпить я попал я попал в еще в неприземлившегося и в тебя попал попал а что там кончилось кстати даже с этого режима не 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 мы не будем дожди как красиво они смотрятся под дождем так ну лечить тебя мы точно не будем давайте мы приблизимся а по моему хороший кадр ребята как вы считаете и дождь прекратился солнышко началось это просто вообще супер тут листва правда мешает ну ладно снимочек мы сделаем еще один и отлично ну я думаю нам лечить его не придется ну давай пронзи его своими рогами у у у и что им видели я промножку у него разъехались но вообще не получил ни одного повреждения хотя агрессии мы ему никак не качали это что то с чем то и мы выполнили задание стега цератус ребятки получили два миллиона ускоренная реакция на стресс доступно страхование цератус не выдержал и приспособленность Эта особь стала королевой. Мы столько всего узнали об альфа-гибридах, но будьте крайне бдительны. Если об этих животных узнают, начнутся нападки, кое-кто захочет их украсть. В науке каждый шаг имеет свою цену. Но посмотреть на стегоцератопса в деле того стоило. Наши первые образцы не пережили бы таких столкновений. И это снова наталкивает меня на мысль о саботаже. Вопрос только в том, как кто-то мог вмешаться в инкубационный процесс. Это недопустимо. Так, и, ребятки, вот наше будет следующее задание. Я делаю вам предложение, от которого вам не стоит отказываться. Но мы, конечно же, приступим к нему в следующей серии. Так, а сейчас, кстати, ты отменить. Сейчас мы еще посмотрим на сражение, ребятки. Не выключайтесь. Так, а теперь, ребята, нам нужно провернуть мега-супер-пупер операцию. Вызываю вертолет. Ставлю как бы ему усыпить вот этого животного. Это чтобы он сюда прилетел. Так. Теперь я сейчас это задание удалю. Как он подлетит? Сразу выпускаю... Рекса. Опять же, беру этот вертолет и ставлю ему задачу усыпить вот этого. Вот так вот мы, короче, смахинировали, чтобы вертушка была уже здесь и стреляла. Посмотрите, он еще не успел прорачать. А уже ему прилетело два шипа. Он сейчас сразу же упадет, смотрите. Падай. Ну, ему уже третье прилетело, плюха. Извини, Рекс. Извини, Рекс. Сегодня не ты главный герой. Так. Да. Ну, а мы, в общем-то, пришли, ребятки, вот сюда. Тем как-то тут... Немножко ограничим, чтобы он никуда не убежал. И момент истинной, ребятки. Делаем ваши ставки. Стандартный Рекс против бронированной Астега Цератопса. Ну, че, Рекс. Так. Атака 109 на 30. Ну, у нашего защита побольше. Все-таки. 114 на 67. То есть он по сумме показателей мощнее будет. И... Хватит забор ломать, Рекс. Давай, фас. Жрать-то у тебя здесь нет ничего, Рекси. Так, ну, давай-давай-давай. Кто первый нападет? Рекс нападет или Стига Цер? У нас вообще-то Стига Цер обычно агрессивничает. Ну, фас. Рекс, фас. Мясо, мясо. Да, есть, побежал. Все-все-все. Теперь тебе не с заборами придется воевать. А он убегает, смотрите. Мы так не договаривались. Блин, ну никак. Никак не хотят сражаться. Ломают оградку и все. Очень странно. У меня в первый раз такое получается, что они, ну, никакими способами не можно их заставить сражаться. Ну, наверное, они уже вышибли себе вот эти все мозги и об забор. И, короче, сражение, походу, не получится. Рекс, мясо идет. Мясо! Чем пахнет? С вкусненьким бифштексом из Стига Цератопса. Так, ну они так как-то настороженно подходят. Только вот пить он будет или сражаться? Походу пить. Вообще не хотят сражаться. Это какой-то прям нонсенс. Ребяло, свершилось! Они начали сражаться. Спустя полчаса я пытался этого импотента тираннозавра заставить сражаться с этим Стига Цератопсом. Ну, мы дождались. Я уже там Индораптора, вот, короче, почти приготовил. Ну, короче, обычный стегич импотента тираннозавра нагибает на раз-два. Я думаю, он даже его не укусит. Так же, как и со спинозавром, да, там гиганнозавра. Он просто его сейчас продал. Давай! Это у нас был торгованный тираннозаврекс, ребятки, так что мы не будем переживать по этому поводу. Ну, мы сейчас дождемся Индораптора через минуточку. И баланс восстановим. Да! Да! Покажи, как надо убивать. Машина для убийства. Ну, ребятки, кто кого? Индораптор или стегоцератопс? Я ставлю на стегоцератопса. Машина для убийства. Баланский д multitude пути. Не обнаружено. Да! Нет. 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 Он бы легко сожрал людей вместе с машиной. Он так выглядит намного крупнее, чем был в фильме. Наконец-то началась заруба. Ну что, ребятки, кто на кого ставил, я свою ставку сказал. Давай, Роката, я в тебя верю, накажи этого подлеца. Кто проатаковал первый, наверное, тот и победил, мне только что, так кажется. Да, но несмотря на защиту, Стигоцаратус более агрессивный. Он с легкостью выносит всех хищников. Мне кажется, ну и эндоминуса вынесет, потому что эндораптор и эндоминус в принципе практически одинаковые. Эндоминус на чуть-чуть посильнее. Вот так вот, ребятки, завершилась наша эпическая битва. Значит, нужно вот этого парнишку усыпить и отправить его к братьям. Так что ставим лайк и до скорых встреч. В новом видео. Всем пока.